Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемый радиослушатель. Как мы уже анонсировали, сейчас у нас интересный гость, член правления партии Латвии Сатой Стрибой для развития Латвии, Эдгар Сьянов. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, много интересных событий происходит, в том числе и в Рижской думе, которая, мне кажется, чуть-чуть даже сейчас, ну, по новостям, которые она создает, уже опережает и Сейм. Но вот все-таки ваш прогноз, чем закончится эта эпопея в Рижской думе, будут ли неочередные выборы, как вам кажется? Я уверен, что неочередные выборы будут. Значит, сейчас собираются подписи, ну, за что проголосовала партия Согласия и Зеленые Крестьяны. Ну, что фактически сейчас собираются подписи, чтобы не были выборы, ну, условно говоря. Да, хотя там речь идет о сроках полномочий. Да, вот именно. Нужно собрать 160 тысяч, да, на нынешний момент собрали 2 тысячи. Уже полторы, не полторы, а пол срока прошло, две недели прошли. Но это ясно показывает, что не будет никаких особенных преград для того, чтобы мы дошли до неочередных выборов. Притом, новая дума будет избираться на 5 лет, это сейчас ясно. Единственный вопрос, который на нынешнюю секунду непонятен, когда будут выборы. И там только два варианта. Или конец апреля, или середина июня. Это опять зависит от Центра Согласия, от Согласия и от Зеленых Крестьян. Подпишут ли они и опять будут ли они тратить полтора миллиона из госбуджета, чтобы опять бессмысленно собирать подписи. Как они это сейчас делают? Это полтора миллиона стоит. Это забавно месяц открыть все пункты и собирать подписи. Если они опять это будут делать, тогда опять будет два месяца пауза. Это значит, что дума будет распушена в конце апреля и через два месяца после... Перед Лигу почти. Перед Лигу будут выборы. Значит, вопрос стоит только такой. Или конец апреля, или середина июня. По-моему, в середине июня, мне кажется, всем невыгодно, если так мне так кажется. Трудно сказать. Трудно сказать. В любом случае намного политически активнее период, конечно, апреля. Вот, говоря о Рижской думе, есть разные мнения. Даже те, кто, допустим, не очень рады тому, что там происходит, мягко говоря, они считают, ну, пускай уже эта дума домучается до июня 21-го года, уже остается почти год, но зачем распускать? Вот ваша позиция. Я понимаю, что уже закон пошел и так далее, но тем не менее. Я лично и партия, которую я представляю, объединение, которое я представляю, однозначно считает, что год, в жизни самоправления очень много. За год можно потерять целые 4 года в борьбе за место городов Балтии, например, да, потому что Вильнюс очень быстро развивается, да, Рига, которая, ну, в принципе, десятилетия была городом номер один при Балтике, да, сейчас точно на третьем месте, да. Таллинн уже какое-то время назад нас обошел, сейчас и Вильнюс обошел. Еще год терять, да, в такой ситуации такого, ну, в принципе, уже литургического сна, в котором попала предыдущая власть, потому что на нынешний момент непонятно, кто власть в Риге. Да, ну, я считаю, было бы абсолютно безответственно. Безответственно было бы и сделать выборы только на год, тогда это был бы год популизма, может быть, очень активного, да, но все-таки популизма. А если выборы на 5 лет, я считаю, что это самое умное и подходящее решение для ситуации в нынешние времена в Риге. Может быть, так, чтобы завершить Иридскую тему, ваш взгляд со стороны, все-таки, как так могло случиться, что вот оказалась Иридская дума в такой ситуации, в которой оказалась? Господин Ушаков, лидер Согласия и мэр на протяжении 10 лет не создавал команду, это очевидно. Он стоял один как памятник, пока он был сильный, все было хорошо, а как только он упал, если так можно сказать, да, все увидели, что ничего больше нету. Нету ни науков, нету ни команды, нету ни лидеров, нету ни системы, как команда работает новой, лидер выдвигает, ничего нету, да, это был театр одного актера, актер был способный, но как только его время прошло, мы видим, что абсолютное, абсолютный хаос творится. В этой ситуации, конечно, по-моему, Согласия очень много теряет, очень много теряет, как партия, которая там, ну, 10 лет, ну, считалась как условно там возможной альтернативы там, и на участие в правительстве и так далее. Сейчас мы видим, да, что там ничего нету, да, там реально команды нету, реально других кандидатов нету, и это страшно. Ну, подумайте сами, меняется мэр в июне прошлого года, избирается господин, значит, Турлайс, да. Тот же вечер, в том же вечере, господин Ушаков исключает из партии четырех членов Согласия, зная, что в коалиции только 32 депутата, и 32 минус 4, это 28, и меньшинство. Простая математика. Да, абсолютно, там третий класс, да, но он, несмотря ни что, это делает. На что он надеялся? На что, ну, где вообще идея была? Да, ну вот, и вот такой, ясно, что он действовал на эмоциях, да, чтобы показать место, где же они денутся, я же великий, приползут на коленах, но так не случилось, так нельзя в политике действовать, да, и, к сожалению, нету никого, ну, в принципе, к сожалению, потому что я считаю, что лучше, чтобы у нас все фланги были сильные, если мы смотрим на партии, да, с точки зрения общества в целом и так далее, да. Да, поэтому я могу сказать, что, к сожалению, Саска не оказалась, да, ну, в принципе, такой мельный пузырь. А нет такого, не знаю, может быть, слова опасения, это не совсем то, а нет, ведь мы знаем, вы правильно заметили по поводу флангов, не получается ли так, что с ослаблением, допустим, согласия, предположим, да, усиливается русский союз в Латвии, ну, как бы, которая занимает, ну, более такие радикальные, скажем, позиции. Это ясно, что усиливается, и я бы сказал, я могу сказать, что, может быть, и хорошо. Это все-таки сделает реальную ситуацию конкуренции в фланге насчет партии, которые борются за голоса русскоязычного населения, части населения Латвии. Это, я думаю, что хорошо, потому что вне конкуренции, если долго партия находится, мы видим, что с этой партией случается, это, в принципе, даже для бизнеса, не только для политической среды, для бизнеса, для любой, в любой сфере, это очень плохо. А вот, говоря с точки зрения вообще политического процесса, ну, мы видим, что левый фланг мы обсудили, мы видим на правом фланге тоже довольно острая конкуренция, но получилось так, что практически никого не оказалось в центре, ведь центр тоже может претендовать на те же хотя бы часть голосов русскоязычных. В конце концов, есть, наверное, и такие избиратели, которые говорят, что да, там, согласие, русский союз, но я все-таки, там, не знаю, более так вот, больше к центру. Ну, я думаю, что если мы говорим насчет выборов в Ригу, в Рижскую думу, я думаю, что господин Буров, ну, будет именно с такой повесткой на выборы. То есть, вы его не списываете со счетов? Нет, я его абсолютно не списываю. Я помню 2013 год, и мэра Юрмалы, господина Трукснеса, который стал мэром, там, условно, не знаю, полгода или год тоже после, там, всяких больших хаосов, что в Юрмале творилось, он был тоже, как сказать, человек из стаффа, да, если так можно сказать, сам правления, да, там, там, профессионал, исполняющий директор, по-моему, перед этим, да, он стал, и никто не верил, и он, в принципе, на этих выборах 2013 года получил очень большой и хороший результат, в принципе, собирая голоса от всех флангов. От всех. И там много русскоязычных тоже за него голосовали. И там русскоязычный объем довольно большой, там, всякий, ну, Юрмал вообще трудный город. Вот. И я думаю, что господина Бурова будет, ну, со стороны, смотря, что он сейчас делает в последнее время, как мэр уже, в принципе, вошедший такой предвыборный процесс, ну, мне кажется, что он именно с такой повесткой, давай не будем смотреть на то, латыши, латышоязычный или русскоязычный, будем думать насчет того, что нашей Риге нужно. Да, вот, очень многое сделано неправильно, это я исправлю, но, с другой стороны, посмотрите, что в правительстве, вы же видите, вы этого хотите здесь, нет. Он вот с таким месседжем будет идти, и я абсолютно его не списываю. Вот хорошо, что вы упомянули правительство, ведь действительно, а вот что правительство, год прошел, вот как вы это оцениваете, а почему спрашиваю, поскольку вот АТС и Байпар, вот объединение, которое тоже ходит в правительство, вот себя позиционирует как либеральную силу, и выборы существуют, оказались в калиции, где большинство, ну, скажем так, консерваторы, по крайней мере, так они себя позиционируют. Нет такой опасности, что АТС и Байпар просто потеряется, потому что ведь какие-то либеральные идеи говорят так, ну, что там вы хотите, вот это нет, вот закона о гражданских браках нет, вот это нет, а реституции нет, вот это тоже нет. Ясно, что эта ситуация для нас, для нашей идеологии, для нашей организации довольно такое сложно, если можно сказать, но если мы твердо и громко свои идеологические, там, программные вопросы будем сами защищать, несмотря на то, что и проигрываем, потому что избиратель же не дурак, и наши избиратели абсолютно там хорошо разбираются в политике, он видит, у нас 13 голосов, ясно, что с 13 голосами там не выиграешь все вопросы, да, но я думаю, что главное, что избиратель смотрит, реально ли мы боремся за эти вопросы, за эти ценности, так что я думаю, вот в этом аспекте наша главная, наша главная, ну, причина, что после, ну, главная причина того, будем ли мы сильнее после этого правительства, этих лет, сколько, ну, это правительство подшествует, или будем слабее. Я считаю, что у нас есть возможности быть, стать сильнее, именно вот находясь в той ситуации, которую вы очень заметно описали, что это, что мы, в принципе, таком консервативном окружении, скажем, да. А вот что удалось правительству сделать, что не удалось, на ваш взгляд? Нет, ну, во-первых, самое важное, что правительству удалось вообще год проработать, потому что одна... Полиция из пяти партий, да, это все? Пяти партий, из которых две партии реально популистические. Да, раз, что там консерваторы и либералы, но еще нужно учесть, что две партии, новая консервативная и КПВ, ЛВ, это две абсолютно популистические платформы. Одна больше социально-популистическая, другая, значит, национал-популистическая. Все-таки вы считаете, что и новые консерваторы тоже близко к популистам? Ну, это же мы видим. И кто поссорились между собой? Те, которые делят одного и того же избирателя. КПВ и не КМП. Они ссорятся. Они сейчас хрестнулись не по-детски. Да, я вот сейчас шел к вам на эту передачу и смотрел в Делфи ТВ, значит, ссору господина Дирденца и господина Борденца. Ну, это очевидно, да. Два представителя двух популистических платформ, грубо общаются между собой, несмотря на то, что представляет одно правительство, да, коллеги, которые сидят за одним столом, стыдно смотреть на это. Но это факт. При этой ситуации, в какой правительство после последних выборов, не правительство, а наша общая политическая ситуация после выборов, ну, устаканилась, да, в этой ситуации, я думаю, что подвиг то, что правительство сработало. Потому что смотрим на другие страны в Европе, где тоже популисты получили хорошие результаты, у них ситуация намного сложнее. В Италии недолго они вместе там поработали. Вот именно. С бюджетом как-то в конце концов собрались, да, так что я думаю, так в целом справляется. Конечно, из-за всех внутренних противоречий, ну, это правительство и этот период, конечно, не период достижений, к сожалению, да, а период стагнации. Да, вот интересно тоже, говоря о популизме, такие идеи интересные возникают, вот того же господина Борденса, который, мы помним, еще, наверное, отметился тем, что писал письма иностранным дипломатам, да, но вот сейчас новая, я так понимаю, идея, правда, в предвыбанной кампании программы она была записана, но многие уже забыли, что он хочет объединить три совершенно разных спецслужбы с разными задачами и функциями. Да, вот я не понимаю, как. Нет, здесь то же самое, я как-то исключаю вариант, что господин Борденс тотально некомпетентен, потому что он все-таки юрист, все-таки адвокат, работал, какие-то деньги зарабатывал, значит, ему кто-то же платил. Ну, значит, какая-то компетентность должна быть. По логике, да. Да, по логике. Значит, он просто популист. Он работает на общество о очень таком примитивном уровне, да, потому что, ну как, есть такой нарратив, там, чиновников слишком много, всего слишком много, всех объединить, сделать одно. Да, он на этом нарративе играет, понимая, что три эти спецслужбы объединить просто невозможно. Ну, как можно объединить? Разные задачи. Службы безопасности, которые занимаются внутренними вопросами, и, к примеру, разведку военную. Ну, как? Ну, это просто дураку якобы ясно, да. А он играет на таком популизме, да, и так далее. И я думаю, что он просто, в принципе, ну, если так можно сказать, перманентно занимается предвыборной кампанией, да. На своего избирателя, очевидно, это работает, да, потому что, потому что, ну, как-то он все-таки держится там выше пяти процентов. Да. Вот еще говоря о правительстве, многие считают, что может быть неправильно, что в этом году не начали какие-то налоги менять, отложили на следующий год, как вам кажется? Ну, трудно сказать. С одной стороны, я понимаю и поддерживаю даже господина Каринча, который четко сказал, что прошлое, предыдущее правительство обещало три года не менять налоги, метод, срок выдержим, да. Ну, правильно. С другой стороны, конечно, очевидно, что прошлая налоговая реформа, что было сделано в правительстве Кучинскиса и когда министром финансов была госпожа резонциозола, ну, допущено очень много ошибок, да, которые нужно, по-моему, исправлять и сделать это сразу. Да, но господин Каринч занял такую позицию, мы дали такое обещание, ну, хоть это и обещание там выполним, да, потому что там многих других не выполнили. Да. Трудный вопрос. Это действительно вопрос премьера. Вопросы налогов всегда вопросы премьера и министра финансов. Невозможно сделать налоговую реформу, если премьер и министр финансов этого не хочет. И если другие партии с этим не могут ужиться, тогда им просто нужно уходить с правительства, потому что это такая объективная прерогатива премьер-министра. Нет такой опасности, все-таки вы как представитель АТС-ТБП, нет такой опасности, что вот эта вот региональная реформа, территориальная региональная реформа, она, ну, как бы, ударит и по партии тоже, потому что, ну, все-таки очень много регионов, очень большое количество жителей, не все местные жители понимают необходимость вот таких перемен, да, вот. Ну, трудно сказать, скажем так, я думаю, что в короткий период, возможно, мы что-то потеряем в этой суете, в этом, когда все кричат. Но уже через какой-то момент, когда эта реформа покажет свои плоды, я считаю, что избираетесь... Ну, вы считаете, что эта реформа необходима была? Абсолютно необходима. Без этого мы не можем сделать шаг вперед ни в реформе здравоохранения, ни в реформе образования и так далее, ни там развивать бизнес и какие-то рабочие места в регионах, потому что региончики у нас такие маленькие. Вообще, 119, наверное, многовато, да? Ну, посмотрим на... Ну, как, ВВП в Эстонии на 25% выше. Конечно, это не только из-за региональной реформы, но тоже. Но мы хотим на 25% быть богаче. Ну, давай, ну, будем смотреть, что делает наш сосед. Ну, элементарные вещи хоть, да. Ну, да, тем более мы знаем, какая демографическая ситуация, и поэтому, наверное, это такой шаг. Вот еще говоря все-таки о работе правительства, как вам кажется, вот что все-таки нужно было сделать за этот год и не удалось? Да, я понимаю, что то, что удалось коалиции с пяти партий поработать, понятно, что это тоже такая в какой-то степени, ну, мини-сенсация, но вот что не удалось сделать, на ваш взгляд? Ну, во-первых, я считаю, что не удалось ничего сделать насчет судебной реформы, да. Господин Бордон столько кричит, с реформами не занимается, и там... Какие-то экономические суды развивает, да? Ну, да, но это не реформа, это такой, в лучшем случае просто там популизм или такой пиар, в худшем случае даже какие-то корыстные интересы. К сожалению, в этой сфере нет никаких достижений. Ну, и я считаю, что тоже госпожа Шуплынска, министр образования и науки, я считаю, что тоже слабо провела свой промежуток. Это бессмертный конфликт, затянувшийся с Латвийским университетом. До конца непонятно, что она предлагает в сфере среднего образования. И высшего, кстати, сейчас тоже. Да, высшего. Вообще ничего нет, потому что там только конфликты. Так что я думаю, что это тоже такое немножко упущенное время, да. Но в целом, административная территориальная реформа, я думаю, что плюс. Господин, например, Лынька, я думаю, что довольно профессионально работает и понимает, и там есть действительно какие-то достижения, да. Я не понимаю до конца, готов к реформам ли господин Гирденс в сфере внутренних дел, да. Но какие-то перемены мы сейчас видим там, да, меняется начальство полиции и так далее. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Хоть что-то есть. Ну, сейчас все уже на слуху, как вы уже сказали, его конфликт с Болденцем. Ну, да. Я думаю, что будет какое-то продолжение, видимо. Ну, главное, я думаю, главное, это, конечно, ничего у нас нет в сфере судебного реформирования. А это очень важно. Ну, десятилетиями идут суды. Особенно, если мы можем предположить, что довольно большой объем избирателя проголосовал за партии, которые на тот момент не были представлены в парламенте, именно из этого… Из оживания каких-то перемен. Да, особенно вот там в сфере борьбы с коррупцией, в сфере там борьбы с всякими неполадками в судебной системе и так далее, и так далее. А там нет никакого предложения. Это показывает, что избиратели очень возможно будут искать новую силу, опять, не дай бог, популистическую, которая будет там что-то предлагать на следующих выборах. Буквально пару минут на рекламу, потом продолжим. Да, продолжаем работу прямого эфира. Эдгар Сьяновс у нас в студии. Вот мы подводим в том числе и итоги год работы правительства. Многих, особенно у предпринимателей, есть такая тревога по поводу того, как дальше будет развиваться экономика Латвии. Ну, во-первых, мы знаем, что сейчас фактически в силу целого ряда причин у нас больше нет нерезидентского банковского бизнеса. Транзиции, логистики, ну, тоже тревожные моменты, тоже по понятной причине, но снижаются объемы грузоперевозок, еврофонды тоже сейчас подходят к концу. Вот нет у вас опасений, как дальше будет экономика Латвии развиваться? Я думаю, что большие опасения. Конечно, в Латвии нет никакого повода, чтобы повторился кризис такого объема, как в 2008 году, когда экономика упала, по-моему, на 18% в 2009 году. Ничего такого не будет происходить, потому что нет никаких объективных причин этому. Но то, что мы можем войти с нашей экономикой в период очень маленького развития или полной стагнации, когда экономика не растет, это факт. И такие и такие опасения есть. Особенно, в первую очередь, из-за банковской ситуации, что фактически очень затруднительные счета открыть предпринимателям, что кредитирование на очень низком уровне и так далее. Вот еще такой вопрос. Вы упомянули о популистах, но, с другой стороны, получается такая парадоксальная ситуация. Ведь когда были выборы в 7, 2018 год, казалось бы, уже не начало 90-х уже с помощью бананов голоса не купить. И тем не менее, мы видим, что есть партии, которые говорят так, ну, буквально только мы придем к власти с 2019 года, там, не знаю, минимальная зарплата 500 евро, не облагаемый минимум 500, не облагаемый минимум пенсии 500, там, не знаю, министерство сократим, все, 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 и люди идут, ну, все, конечно, и голосуют. Ладно, но если в Латвии, где все-таки у нас такой опыт демократии только там 25-30 лет, ну, в Италии это случается. Да. Да, во Франции это случается. В Германии, да, Alternative for Deutschland, да, АФД, да. Это такие же партии, если там почитать их программы, там тоже, ой, как. Alternative for Deutschland, там даже некоторые есть вещи такие на грани. Нет, там еще, там, конечно, еще другая составляющая, вся эта анти-иммиграционная аспекта, но без этого у них там, как сказать, там. Полный спектр, тоже все обещают. Вот именно, да. Если даже в таких опытных демократиях такие моменты приходят, когда избиратель якобы, ну, странно поступает, если так можно сказать, да, и голосует за очевидные глупости, ну, значит, это просто какой-то цикл, да, и такой цикл нужно пережить. Я считаю, что мы в Латвии этот цикл переживаем даже очень, очень мягко. А нет такой опасности, что вот будут неочередные выборы в Лидическую Думу. Но мы понимаем, что предыдувленная кампания будет очень короткой, да, ну, фактически два месяца на все про все, на подготовку и так далее. Нет опасности, что появится какая-то там новая политическая сила, или которая будет кричать, так, что там был бы бесплатный проезд для пенсионеров и школьников, а мы там всем сделаем бесплатно, еще будем каждому пенсионеру доплачивать, ну, придумают всякие, да, и люди скажут, о, да, вторая пенсия мне бы не помешала. Ну, между прочим, это еще вопрос, что дешевле, поддерживать ли вариант Ушакова или полностью сделать бесплатным, потому что тогда и не нужно тратить на все эти эталоны, да, которые, как мы знаем, там 20 миллионов в год затраты только на эту систему Ушакова, где они, ну, ввели или сделали самую дорогую систему эбилетов, по-моему, в мире, да. Но, отвечая на ваш вопрос, нет, потому что нет очевидного лидера. Нет очевидного лидера, который мог бы повести за собой. Если мы все-таки смотрим на господина Борданса, на ту жатость и байпар, даже на господина Хаймич, несмотря уже там на Вену и так далее, это все партии, которые там все-таки 3-4 года до своих каких-то последних побед условных, да, все-таки активно работали, они были на виду. Ну, помните партии Аты и Стыба, да, Аты и Стыба, мы проиграли в 2014 году, но мы продолжали там работать, мы были на виду там наши какие-то там лидеры, да, и так далее. Просто говорит о том, что серьезная партия – это долгоиграющая. Вопрос даже не о аспекте серьезная, несерьезная, да. Ну, я имею в виду, что не всегда, если партия проигрывает, нужно сразу закрываться, как многие делают, да. Это раз, но два, чтобы вот так из ничего сделать и получить какой-то эффект, нужно быть очевидному лидеру. Вот госпожа Судробов, все время было при таком рейтинге, когда еще было контролером, да, что в принципе всем было ясно, если она уходит с поста, делает партию, набирает, да. А сейчас нет таких лидеров, если так можно сказать, публичных лидеров, которые могут такой эффект сделать. Ну, не знаю, может быть, госпожа Абрама, значит, председатель Совета по конкуренции, да. Ну, может быть, она, да. Ну, я надеюсь, что она все-таки на такие авантюры не пойдет. А вот что касается КПВВ, вы уже упомянули, Каменча, вот эта партия выживет вообще? Ну, это трудно сказать. Ее, Каменча и эту партию уже списывали и ошиблись. Да, значит, нужно учиться от ошибок, да, и подождать. Я бы подождал. То, что господин Каменч в этой партии не будет, это ясно. Да, он наверняка где-то уже около новой консервативной партии уже летит и ищет себя. Но то, что у КПВ есть какой-то потенциал, во-первых, у них госденьги, да, больше 600 тысяч евро в год. Во-вторых, у них все-таки три министра, да, господин Закатыстов. Да, ну, что-то есть, да, что-то есть. И, в принципе, если социально-популитическую платформу там как-то нужно и кто-то хочет делать, тогда они, несмотря ни на что, очень хорошо для этого подходят, да. Вопрос, появится ли лидер какой-то. Господин Гобземс. Ну, и они якобы говорят, что он не вернется. Нет. Ну, знаете как? Всякое бывает, да. Всякое бывает, да. Так что так. Ну, господин Гирдианц тоже у нас, между прочим, если не ошибаюсь, самый популярный министр из всех, да. Так что у него тоже какие-то перспективы есть. Так что я не спешил, не хочу поспешить и кого-то списывать. А вообще есть ниши свободные для какой-то новой политической силы или у нас уже партий достаточно вообще? Я думаю, что сейчас спектр довольно объективно заполненный. Другой вопрос. У нас консервативная сила, у нас либеральная сила, у нас условно центры больше явно вернутые, да. У нас, конечно, на левом фланге сейчас уже какая-то конкуренция появляется, плюс еще у нас две популистические силы, да. Ладно, одна на нынешний момент там потеряла доверие, да, КПВЛВ, но, как я сказал, нигде не сказано, что там что-то не может поменяться. А ЕКП вот эту такой консервативно-популистическую ныщу держит довольно сильно. Так что я думаю, что у нас особенно нету даже такого места, где кто-то бы мог себе... Я тоже пока не вижу. Я просто не вижу. Вот еще такой интересный момент, не могу вам не задать вопрос, я думаю, наши радиослушатели тоже знают, особенно те, кто интересуется спортом, что вы активно работаете вот в баскетболе и возглавляете клуб ВЭФ знаменитый. Что сейчас происходит вот именно с баскетболом в свете избрания нового председателя? Есть ли возможность привлечь спонсоров? Потому что я знаю, что с этим были большие проблемы у всех спортивных организаций. Нет, ну, общество баскетбола сделало свой выбор. Вопрос стоял так. Перемены или... Ну, я, может быть, буду немножко необъективным, да, и скажу стагнация, да, перемены или стагнация. И, к сожалению, баскетбольное общество выбрало на нынешний момент, ну, стабильность, да, стагнацию. Я думаю, что... Во главе с господином Вейнисом, да? В главе с господином Вейнисом. Ясно, что у господина Вейниса нет ни программы, ни людей, ни команды, ни каких-то там конкретных шагов, что он мог бы сделать, у него нету никаких контактов, таких хороших, да, на уровне правительства или на бизнес... В принципе, он чужой в баскетболе, да? Чужой в баскетболе, чужой в спорту, только как болельщик, да. С другой стороны, он, конечно, как бывший президент, особенно для нерышских клубов и организаций, но делает такое ощущение, что, ну, а может быть, при нем все как-то наконец будет мирно. Потому что люди, конечно, устали, в том числе и в баскетболе, от перемен, да, в последние годы очень много перемен. С другой стороны, чтобы до конца сделать систему, которая реально может конкурировать в долгосрочный период, да, эти перемены все-таки нужны и нужно их закончить. Люди, очевидно, подустали и подались такому соблазму, да, соблазму, что переждем. Я боюсь, что этот период нас немножко откинет назад и баскетбол будет уже, будет уже там отставать, например, от того же хоккея. Но с другой стороны, баскетбол был долго перед Вейюнисом, и я уверен, что будет и долго после Вейюниса. А те, кто фильм смотрели, прекрасно знают, что у нас замечательная история баскетбола. Вот именно. То, что эти годы, по-моему, будут такие немножко упущенные годы возможностей, да, не есть такие опасения. Но с другой стороны, нужно честно сказать, я не особенно объективен, я поддерживал другого кандидата, я считал, что вот именно Санта и Яковсу с Жоготой мы можем этот тревог сделать, да. Ну, это нормально, это был демократический процесс, избрали Вейюниса. И баскетбол не футбол, здесь никакие-то там диверсии против президентов избранных не будут, да, если президента избрали, все, нужно работать, да. То, что мы будем просить результат, это другое. Это другое. Но возможность работать и себя доказать господину Вейюнису будет точно. А наши, в принципе, вот молодые баскетболисты, они конкурентоспособны наши, потому что… Да, да, да. На нынешний момент мы действительно переживаем такой даже хороший момент в этом аспекте, да. Есть такой довольно большой объем талантов, да. Но то, что очевидно проблематически, то, что деньги очень быстро уменьшаются, и я понимаю, чем это закончится, если лет пять, да. Может быть, успеем мы один звонок принять, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Вот в первой части ваш гость, самое популярное слово его было, это популизм. Откажите, пожалуйста, а разве представители партии, которые, вы представляете, разве они не популисты, господа Пуци и господин Павлюц, что они сделали? Разве то, что они творят с Рижской думой, то есть, вернее, то, что творится с Рижской думой, неужели это не их рук дело? Они оба первые начали разваливать Рижскую думу. Не то, что искать справедливое решение, а под видом вывоза мусора решили ее разваливать и доваливают ее до конца. Вот есть такое мнение. Нет, мнение я понимаю. И, конечно, мы ярый оппонент, если так можно сказать, предусшая власть, и если люди поддерживают предусшую власть, конечно, мы для них главные плохи, если так можно сказать. Ну, бывшую власть Рижской думы развалила коррупция и полный бардак, который там они устроили, к сожалению. И то, что, как я уже говорил, выбросили четырех депутатов, потеряли большинство и так далее, и так далее. Насчет вопроса вывоза мусора. Ну, будем честны, чтобы спасти Ригу от юридического полного хаоса в этой сфере, правительству надо было бы, как мы помним, в сентябре ввести аркарт ситуации. Чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация. Что дума довела ситуацию до того, что правительству нужно вмешиваться, чрезвычайную ситуацию вводить. Конечно, сейчас очень легко сказать, что это просто такой повод, и так далее, и так далее, и так далее. Но то, что дума доказывает предусшая власть, что она между собой уже не говорит. Господин Буров не общается с господином Ушаковым. Ушаков через медиа его обвиняет, что он там хуже, как, как порноактрис, да, что только мы не слышали за последние недели. Ну, ну, а где там мы? Мы вообще, Данилс Павлюц, Юрий Спутси сидят у себя на работе, делают все вопросы. Мы не там внутри, в этой ссоре. Это ссора между бывшими друзьями, бывшими коллегами, да, и я не считаю, что мы как-то, мы даже долго, как вы помните, такой большой уже, ну, как можно сказать, публичный нажим на то, что нужно распускать, думаю, был уже год назад. Тогда мы сказали, стоп, нету повода. Несмотря на то, что нам не нравится, что там происходит, коррупция и так далее, нету юридического повода. Ну, когда уже в сентябре правительству нужно вмешиваться, ну, юристы сказали, что сейчас юридический повод есть, и поэтому министр такое решение принял. Может быть, такой еще вопрос последний. Все-таки, как вам кажется, я понимаю, что это такой сложный вопрос, но тем не менее, удастся ли этому правительству проработать до конца полномочий нынешнего Сейма? С одной стороны, мы видим вот те дискуссии иногда очень такие неприятные между Борденцем и Гиргенсом. С другой стороны, как сегодня заметил президент Левиц, особой альтернативы, видимо, в нынешнем парламенте опять нет. У меня есть ощущение, что правительство доработает в этом составе до конца этого созыва, но нигде не сказано, что в главе с этим премьер-министром. Кстати, да. Да, это нигде не сказано. Но то, что члены правительства, очень возможно будет эти, это ясно. Почему я так говорю? Потому что есть ощущение, что господин Борденц что-то хочет поменять. Я не буду очень, я думаю, даже не открою какой-то большой секрет, что какие-то попытки со стороны новой консервативной партии свалить это правительство, чтобы потом получить номинацию будут. Я не думаю, что господину Борденцу удастся в этом созеве стать премьер-министром, потому что настолько в команде не способны играть политик, как господин Борденц, его нужно еще поискать. Может быть, только господин Каймич может с ним в этом жанре. Да, потому что появится, что у нас все-таки командная игра. Особенно, если пять партий в коалиции. Так что я думаю, что для господина Каринча опасаться нужно именно со стороны господина Борденца. Но даже если это случится, то я считаю, что члены правительства останутся те же. Такого, между прочим, было очень часто, особенно в 90-х годах, что премьеры менялись, а члены правительства оставались те же. Энгел Сианус у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо.